Архибея самбидиум – уход в домашних условиях. Архибея самбидиум – это роскошное и наиболее не капризное растение в семействе орхидных для выращивания в домашних условиях. Чтобы растение дольше радовало глаз, стоит правильно ухаживать за ним в зависимости от времени года. Как выглядит архибея самбидиум, к какому семейству относится? Архибея самбидиум представляет собой вечно зеленый эпифит, произрастающий на кронах и стволах деревьев в тропиках, расположенных на высоте больше 2000 м над уровнем моря. В редких случаях экземпляры этого растения можно встретить на земле либо на поверхности скал. Внешний вид архибеи самбидиум – чаще всего цветок можно найти в зикой природе следующих стран – Китай, Вьетнам, Япония, Австралия, Таиланд. Впервые культура была описана шведским ботаником П. Утсварцом в 1799 году. Листья растения в среднем могут достигать 25-28 см в длину. Среди разновидностей встречаются листья овальной формы с устрыми либо затупленными концами. Листовые пластины отрашены в насыщенный зеленый цвет. По тактильным ощущениям они не слишком твердые и мясистые. Растение отличается наличием трехлопастной губы. Это выраст в чашелистнике пестрого цвета. У самого корня расположена утолщенная часть стебля – псевдобульба, где накапливается влага. Цветонос этого вида архидеи может достигать полтора метра в высоту. На нем образуются соцветия в виде рыхлой кисти либо метелки, свисающей вниз. Раскрывшиеся бутоны отличаются по размерам в зависимости от разновидности архидеи и условий выращивания. Цветки бывают миниатюрными, достигающими 2 см восточной долготеометрии и очень крупными, доходящими до 20 см восточной долготеометрии. Окрас лепестков может также отличаться. Они могут быть окрашены в желтый, розовый, красный, коричневый, кремовый, желто-зеленый и в другие цвета. В зависимости от сорта растение может иметь приятный запах нарциссы, лимона, жасмина и миндаля, малины, мед и т.д. Культура была выведена в Китае почти 2000 лет назад. Классификацию растения получила в начале 14 века в Японии. Там его разделили на виды и формы. В 17 веке цамбидиум начал пользоваться популярностью у богатых людей. Теперь же подобная орхидея доступна для всех цветоводов. Важно! Цамбидиум в переводе с греческого обозначает ладьеподобный. Такое название цветок получил из-за строения губы. Основные разновидности и их особенности. Согласно подсчетам, существует 60 видов цамбидиумов. Ниже будут рассмотрены особенности основных разновидностей. Цамбидиум и бурниум. Цамбидиум и берниум. Многие знают этот вид под названием слоновая кость. Оно связано с кремовым окрасом лепестков. Крупные цветки составляют 12 в диаметре. Цветоносы достигают 30 сантиметров в высоту. Растение обладает узкими листьями насыщенного зеленого оттенка. Толстые бульбы имеют стеблевидную форму. Запах цветка напоминает сирень. Вид произрастает в Китае и Мьянме. Цамбидиум каскад. Цамбидиум айс каскейд представляет собой орхидею с листьями ремневидного типа и свисающими соцветиями. Этот вид причисляют к мелкоцветковым экземплярам. Цветки окрашены белоснежный оттенок. Высота куста варьируется в пределах 40-70 сантиметров, а его объем 50-60 сантиметров. Вид распространен в дикой природе Индокитая. Цамбидиум дэя. Цамбидиум дэя. Выгнутые узкие листья растения ярко-зеленого оттенка имеют остроконечные вершины. Их длина может варьироваться в пределах 30-60 сантиметров. Длина цветоноса составляет 30 сантиметров. На цветочной стрелочке может появиться до 15 бутонов. Лепестки с чашелистиками бледно-кремового оттенка с центральной жилкой пурпурного цвета. У белой губы и редняя лопасть сильно закручена назад. Вид широко распространен в Индии и Таиланде. Цамбидиум замечательный. Цамбидиум инсайн. Это метровое растение с жесткими и изогнутыми листьями. Высота цветоноса составляет 75 сантиметров. Цвет лепестков может быть белым либо бледно-розовым с красными питнами. Передняя лопасть губы с волнистым краем загнута назад. Соцветия собираются из 9-15 цветков по отдельности достигающих в диаметре 7-8 сантиметров. Представители цамбидиума белого обитают в Таиланде, Вьетнаме и Китай. Цамбидиум кивимиднайт. Цамбидиум кивимиднайт компактная орхидея с кожистыми узкими листьями ремневидного типа и многоцветковыми соцветиями. Цветки собираются в темно-бордовой кисти с оттенком фиолетово-сиренево. Высота и объем орхидеи составляет 30-40 сантиметров. Зеленый куст растения роскошный и мощный. Родное место обитания Индокитай. Цветки цамбидиум кивимиднайт цамбидиум гигантский джигантиум у листьев линейно-ланцетной типографии. Они обладают заостренным и концами. Длина одного листа 60 сантиметров. На ейцевидной бульбе есть чешуйчатые листья. Крепкий массивный цветонос максимально достигает 60 сантиметров в высоту. На нем образуется до 15 бутонов. Лепестки цветков обладают желто-зеленым оттенком. Диаметр бутона 12 сантиметров. Волнистая губа кремового цвета может иметь красно-коричневые пятна. Место обитания в дикой природе – Гималай. Цамбидиум лоу с аэмбидиум лоуинум. Это орхидея с линейными листьями, достигающая 1 метр высоту. Длина листа 75 сантиметров. Диаметр одного цветка составляет 20 сантиметров. Соцветие многоцветковое. Окрас чашелистиков и лепестков – желто-зеленый. Трехлопастная губа, окрашенная в темно-малиновый, имеет желтую обводку по краю средней лопасти. Родина цветка – Бирма. Важно! Среди разновидностей также выделяются цамбидиум микс и мини-цамбидиум синий-энсикс голден. Еще красиво выглядит цамбидиум коленайт. Особенность ухода за цветком дома. Растение не необходимо создание благоприятного микроклимата. Это обеспечит быстрый рост и обильное цветение растения. Должен получить цамбидиум уход в домашних условиях. Температура оптимальная комнатная температура для цветка – от плюс 18 до плюс 22 градусов. Если в летний период температура превысит плюс 27 градусов, то куст сильно истощится. Зимой допустимо снижение температуры до плюс 15 и плюс 18 градусов в дневное время суток, а в ночное – до плюс 12 градусов. Важно следить за тем, чтобы суточные колебания температуры не превысили плюс 3 и плюс 4 градусов. Освещение и культура относятся к светолюбивым. Однако растению противопоказаны прямые солнечные лучи. В зимнее время цветок цамбидиум можно разместить на подоконнике. При необходимости можно использовать искусственное освещение. Для этого подойдут фитолампы. Летом куст нужно разместить в глубине комнаты, притенев от полуденного солнца. Регулирование светового дня должно происходить постепенно. В оперативном случае процесс цветения остановится, а листья будут сброшены. Орхидея цамбидиум на подоконнике. Влажность для орхидеи необходима. Высокая влажность воздуха круглый год. Цветок рекомендуется регулярно опрыскивать. Нельзя допускать попадания воды на листья и цветки. Для этого используют очищенную мягкую воду. Горшок можно поставить на поддон с влажным керамзитом, либо разместить его по соседству с аквариумом. Подкормки на протяжении всего года растения удобряют минеральными комплексами для орхидеи. В период отрастания новые листвы применяют азотистые удобрения. До начала цветения содержание азотов в удобрении сводится к минимуму, а содержание кай увеличивается. Готовый раствор выливают под куст после полива обычной водой. Важно! В период бутона образования подкормки не требуется. Полив грунт требует увлажнения по мере высыхания верхнего слоя. Летом полив орхидеи должен быть обильным. Поливать цветок нужно два раза в неделю при интенсивном освещении водой комнатной температуры. Попадание воды на бульбы недопустимо. Спустя 15-20 минут после полива с поддона убирают лишнюю воду. В период покоя частота полива сокращается. Процедура проводится не больше одного раза в месяц. Полив орхидеицам бедем грунт и обрезка кусту подойдет специальная магазинная почва для орхидеи. Также можно самостоятельно получить субстраты скорых войных деревьев, сфагнума, керамзита, ревесного угля и листовой земли. Особая обрезка растения не нужна. Удалению могут подлежать только засохшие и поврежденные листья. Когда и как цветет, сроки цветения могут отличаться в зависимости от вида. Растение может зацвести в любое время года. Обычно новая стрелка цветоноса образуется в летний сезон ближе к августу. Орхидеи понадобится специальная опора, которая поможет растению выдержать тяжесть цветков. Последовательное раскрытие бутонов начинается с нижней части цветоноса и продолжается на его вершине. Время цветения составляет 2-6 месяцев. Количество цветков может достигать 30 штук. Некоторые цветоводы могут задаться вопросами, почему цамбидиум не цветет и что делать в таком случае. Цветение растения не начнется, если не создать для него надлежащие условия и не позаботиться заранее о правильном питании. Растения заставят цвести перепады дневных и ночных температур плюс 5 градусов, яркий рассеянный свет, калийные удобрения. Важно! На орхидеях, возраст которых 3 года, появляются самые крупные цветки. Их максимальное количество 25 штук. Как размножается орхидея цамбидиум? Размножить орхидею можно делением либо семенным способом. В домашних условиях применим только первый метод, поскольку он намного проще и удобнее. Пошаговая инструкция размножения цветка делением Поделить корень на части острым ножом, обработанным антисептиком. На каждой из частей должно быть два зеленых бульбы и одна старая коричневого оттенка. Очистить от земли и промыть части корни под струей воды. Подрезать здоровые корни до 10 сантиметров и устранить непригодные. Обработать поврежденные места рассады активированным углем. Садить в небольшие горшки с влажным приготовленным грунтом. Размножение орхидеи делением важно. Старая бульба хранит в себе питательные вещества и воду. Выращивание цветка из семян – это трудный и дорогостоящий процесс. Для всхожести семян дома нужны особые условия, включающие строгий температурный режим, влажность и кислотность. Однако выполнение неусловий вовсе не гарантирует успешное размножение. Процент выживания ростков очень низкий. Пересадка Перед тем, как пересадить орхидею, необходимо позаботиться о горшке. Лучший вариант – новый горшок из пластика с дренажными отверстиями на 3-5 см больше старого. Миниатюрные экземпляры отлично растут в горшках больше на 1-2 см предыдущих. Инструкция, как пересаживать дно горшка, заполнить субстратом, предварительно замоченным в воде. Вытащите старые емкости орхидею и очистите ее корни от субстрата. При необходимости срезать больные части растения. Аккуратно поместить куст в новую емкость, выпрямляя корни. Засыпать субстратом и утрамбовать. После пересадки цимбидиум должен находиться в темном и прохладном месте с минимальным уровнем влажности. Важно! Для пересаженной орхидеи цимбидиум уход в домашних условиях не изменится. Заболевания и вредители Орхидея может страдать от следующих заболеваний. Хлороз, появление желтых разводов на листе, вирусная мозаика, смертельное скручивание. Листвы и деформирование цветков Фузариозное увядание Возникновение черных пятен в месте соединения листа и стебля. К распространенным вредителям питающимся орхидеей относятся тля и щитовка. Внешний вид щитовки важен. Корни растения могут загнить. Это не смертельно. Орхидеи понадобится реанимация, чтобы нарастить новые корни. Орхидея цимбидиум – это отличное украшение для дома. Разнообразие его видов поможет решить, какой экземпляр больше всего подходит для выращивания.